всем большой привет нет не пугайтесь я не буду вести влог блог на французском языке я также продолжаю вести на русском всем большой привет надеюсь что у вас все хорошо начинаем новый влог добро пожаловать на канал светлана франция начинаем его как всегда с утра с вкусного полезного завтрака и сегодня у нас день рождения моей дорогой свекрови адет ей исполняются кому интересно 72 года поэтому мы с вами поедем сегодня в ресторан я возьму вас с собой и также за подарками для адет у нас достаточно прохладная погода итак мы с букетом для бабушки для свекрови для любимой мамы адет и потихоньку спрячем его этот подарок а сейчас утра давайте вместе с вами приготовим мачо я думаю что многие знают об этом полезном известном популярном нашумевшим напитки любите вы мачо или нет напишите как вы к нему относитесь и я знаю что многие предпочитают и даже перешли на мачо вместо кофе у него много целительных средств то есть свойства извините и как его делать правильно сначала нужно вызвать вы выбрать где вы будете ее заваривать я взяла вот такую боль по-французски называется нужно хорошенько и и облить кипятком чтобы посудина согрелась можно брать конечно простую чашку но мне нравится эта форма я люблю экспериментировать мачо должна быть или должен быть вот все-таки не посмотрела я какого рода чай должен быть хорошего качества поэтому мы берем известные бренды хорошие мне прислали из японии то есть японская марка и посмотрите какая милая ложечка нужно две вот такие ложечки если мачо достаточно крупного помола то можно сначала про пустить через ситечко чтобы не было комочков воду греем на 80 градусов и заливаем чай чай когда он качественный он ярко зеленого цвета я экспериментирую в принципе я люблю мачо но на самом деле вкус зависит от сорта и от качества я честно скажу я попробовал несколько и вот это самый самый лучший вариант если вам интересно я оставлю ссылку в инфобоксе кто живет и живет в европе может заказать и у этой марки также великолепная керамическая посуда из вы знаете что японская посуда ручной работы очень очень дорогая поэтому сейчас мы взбиваем мачо и к сожалению оно должно немножко пузыриться этот напиток должен пузыриться у меня не получилось бить я написала производительницы то есть хозяйки бутика и она сказала что все зависит от венчика он не должен быть сильно жестким венчик я покупала сама и возможно из-за этого и конечно же нужно приналовчиться и делать определенные движения и вот когда вы увидите что в чае появился мусс то вы можете его пить у меня к сожалению не получилось после этого мы будем готовиться мы пойдем с вами сегодня в ресторан сделаем макияж часто вы просите меня показывать мой макияж я не специалист в этом деле и конечно же не бьюти блогер не молодая идеальная девушка без морщин но все-таки я люблю макияж люблю проэкспериментировать вот эта вот палетка французского бренда это натуральные тени то есть хорошие ингредиенты и мне нравится сейчас именно вот такие натуральные коричневые бежевые серые оттенки довольно таки пигментированная и я люблю выделять или губы или глаза у меня светлый тон кожи ресницы брови поэтому мне нужно выделить или губы или глаза я предпочитаю все-таки глаза чтобы не слиться с природой так сказать наряд у меня вот такой зеленая юбка каширмировый кардиган от массе модути кожаный пиджак от зара и вот такой получился у меня наряд я так и же добавила украшение с зелеными камнями зеленый у меня маникюр это лак от кика очень красивый но к сожалению держится он где-то два-три дня вот так если вы ничего не моете ничего не убираете не отскребаете конечно же можно сделать гель-лак но я люблю менять лак и все-таки подумываю сделать или нет посмотрим в общем вот такой наряд достаточно прохладно но так как мы в машине поедем в ресторан и потом по магазинам то думаю что я не замерзну очень люблю марку массима дутти мои самые любимые это наверно космосе массима дутти зара ральф лоран будем поздравлять нашу дорогую адет муж работает на удаленке поэтому пришел по обеду хорошей весел 3 новоевый плюс aptин санцер божон анниверси ральф лэп они находятся на недеacak Сложный еще один год плюсом, потому что жизнь замечает, что жизнь проходит очень быстро. Главное оставаться здоровой. И делать немножко то, что в жизни тебе хочется, доставлять себе удовольствие. Браво, Оде, вон аниверситет. Спасибо всем большое за поздравления. Мне было очень приятно получить в сообществе личную почту именно поздравления для Адет. Вот такое у нас блюдо. У меня рататуй, мы в рыбном ресторане и рыба. И я продолжаю свой стиль питания. Позволяю иногда тебе белое вино, сахар и углеводы по самому-самому минимуму. И результаты, конечно же, радуются. Каждый взял все, что захотел. И небольшой десерт для Адель. У меня же здесь карпаччо из ананасов с сорбер, мороженое из лимона. Пожелаем моей свекрови здоровья. Это самое-самое главное и самое важное для нее. Спасибо ей за все, что она делает для нас огромное. С любовью к большой и нежностью к этому человеку, у которого огромное сердце, которое поддерживает всю семью, очень любит своего внука. И спасибо большое вам, потому что я знаю, что Адет, многие из вас очень любят и уважают Адет. Сейчас мы находимся в магазине Трюфо. Мы приехали купить несколько растений в сад для Адет. Она захотела именно растения. Я обязательно вам покажу то, что она выбрала, как она будет обихаживать сад. Ну и, конечно, смотрим декор. В Трюфо новая коллекция. Только сегодня в Инстаграм выставила пост, какие сейчас тренды на магазины. На магазины декора. Где можно купить за лояльную цену хороший декор во Франции, если вам интересно. Инстаграм я веду на французском языке, но всегда есть кнопка перевести. Поэтому, если вы интересуетесь Францией, то заглядывайте. Вот такие интересные, очень стильные дизайнерские лампы можно купить. Трюфо там не совсем низкие цены. Конечно, не сравнить с Икея, Экшн и так далее. Но можно выбрать очень красивые варианты для подарков. Много посуды из керамики. Сейчас как раз вот сезон открытия жарден, садов и так далее, пикников. Поэтому здесь посуда именно для сада, для беседки. Ну и, конечно, на кухне все это можно использовать. Много подсвечников, ваз. Есть немного текстиля. Я не скажу, что и полки здесь ломятся. Цены немного кусаются. Ну, в принципе, за качество и платим. Если вам интересны вот такие походы по магазинам, то обязательно мне напишите. Это вот ручная роспись марка Amadeus, которая известна во Франции. То есть, здесь различные бывают марки, но очень часто встречается именно Amadeus. И текстиль. Посмотрите, яркие тона, яркие расцветки. Сумки, пледы, подушки. То есть, сумка где-то стоит 39 евро, 40 евро. Здесь как ухаживать за садом, как высаживать то или иное растение. В общем, я всегда люблю походить по этим магазинам. Просто полистать, посмотреть, понаслаждаться. Конечно, можно найти все приблизительно похожее сейчас в различных других магазинах. Но этот магазин мне нравится тем, что здесь приятная атмосфера. Очень много растений, цветов. И когда ты находишься вместе, рядом, вот именно, так сказать, с частью природы, то и декор смотрится по-особенному. Мы делаем по-другому. Мы делаем по-другому. Мы делаем по-другому. Одет, немного магазинов. Одет, ты смотрите по-другому. Та террас? Угу. 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 Привет. Угу. Угу. бежевый шоколадный и вот такие основные и по сезону меня такие тона натуральные золото зеленый цветы очень любит цветочный принт объем визит или бутик додеку очень любит ходить по магазинам мешать тоже тамбьер декора миссия она нашла себе для того чтобы резать сосисон но саша но у нас от паным партику а саша хочет что-то купить конфеты а конфеты это зло символы для суп спасибо огромное свекрови за то что ответила адет на мои вопросы очень было приятно пообщаться я знаю что вы любите когда я задаю ей вопросы не хотела сильно напрягать снимать это все-таки ее день и ее день рождения и мы походили также здесь представлены кое-какие марки одежды как амор люксы тбс и так далее очень интересные качественные для таких садовых посиделок для поездки на море в общем если вы любите хлопок хороший текстиль то тоже можете посмотреть здесь именно такие классические модели очень много тельняшек различного цвета приблизительная цена тельняшки около 50 евро потому что это качественные бренды французские и конечно здесь можно найти и то что вы не найдете в других магазинах я снимаю небольшие рилсы для инстаграм поэтому не стоит слишком критично воспринимать то что я любую собой нет совершенно не так просто рилсы снимаю и вечерком вечером ко мне пришла новая знакомая то есть это знакомая которая теперь живет в дедушкином доме мы с ними подружились и вот пришла попить чай погулять потом мы пошли вместе с ней и сможем гулять возле озера и я также поснимала несколько кадров была приятная погода поэтому этот год он богат на знакомства появились приятные знакомства и и также хочу показать вам несколько новинок для того чтобы гулять конечно же нужны классные кроссовки и это фирма кока роз из лондона очень качественные бренды ручная работа у них не только обувь но также есть и сумки аксессуары очень симпатичные если вы живете в европе то вы можете просто-напросто заказать я оставлю ссылку в инфобоксе эти продукты в на подарок или просто самими для себя потому что на самом деле очень удобная очень качественная обувь еще раз хочу подчеркнуть что здесь я просто вам показываю то что у меня появилось я оставляю ссылки только по желанию и если кому-то нужно то все интеграции коллаборации у меня на инстаграм заглядывайте там я пишу что это коммерческая интеграция коллаборация за них получаю деньги в общем на мне сейчас вот такой кардиган но к сожалению он мне чуть-чуть маловат в груди поэтому я кое-какие вещи выставляю на винтед также писала очень интересный пост где можно во франции что продать это качественный бренд здесь шерсть мериноса стопроцентная он теплый красивый очень качественный марка из германии но к сожалению вот в груди он мне чуть-чуть тесноват но бывает и так поэтому очень хорошо иногда себя фотографировать попримерять что там платье я люблю это делать не только для инстаграма социальных сетей но также чтобы посмотреть на себя со стороны увидеть все достатки и достатки то есть преимущества или наоборот недостатки той или иной вещи и потом я решаю что останется она у меня в гардеробе или все таки и от нее избавлюсь сейчас в моду вошли балетки во франции это называется балеринки да я помню как написала такое слово и вы надо мной посмеялись очень милое слово но сейчас они конечно немножко другие они прозрачные с хлястиком у меня же мои от максмара которые я очень люблю классические у от шанель от максмара которые остаются в моем гардеробе я с удовольствием их внедряю и с удовольствием их ношу в общем на мне вот такое новое летнее платье как вы думаете оставить его или нет или все таки сдать я недавно его купила она из хлопка и в нем удобно она я думаю что летом будет классно не жарко я люблю когда руки прикрыты даже в летнее время и когда платье достаточно длинная это мой клатч который вы можете найти в моем бутике винтаж by светлана винтаж из франции такой стиль максмара но это на самом деле очень старинная винтажная вещь в идеальном состоянии если кого-то интересует винтаж винтажные вещи аксессуары то заглядывайте в мой бутик ссылка всегда в инфобоксе и конечно же какой наряд без аромата и совсем недавно я вам показывала что получила великолепный просто замечательный аромат новые от манигаль посмотрите как шикарно все упаковано то есть не страшно посылать это большой плюс потому что иногда приходят товары в таком виде что думаешь как так удалось их не разбить здесь же все просто идеально когда мы покупаем дорогой нишевый аромат конечно хочется чтобы он пришел хорошо упакованным чтобы не было никаких сюрпризов и марка сделала выпустила новую серию фламенко она совершенно другая если вы интересуетесь нишей то возможно у вас уже были ароматы от манигаль напишите мне пожалуйста классная история очень интересная создателя этой марки испанца но испанцы конечно горячие люди и этот аромат фламенко он ассоциируется у меня с танцем с красным платьем с чувствами с любовью и я описала пирамиду я описала все мои ощущения именно в инстаграм очень красивая упаковка флакон ниша она всегда своеобразная и ее можно любить и понимать или совершенно отвергать я не скажу что этот аромат на стопроцентно мой в нем есть нотки которые специфик как говорят французы потому что здесь и малина и роза и амбр то есть удовый немножко аромат но его стоит прочувствовать его стоит попробовать поносить в разное время в разную погоду и я думаю что с ним стоит пообщаться подружиться не сразу вот так отодвигать его бывает так что в начале вам аромат не заходит он своеобразный у него свой характер но нужно сказать ему бонжур несколько раз поэтому вот такой интересный экземпляр появился у меня в коллекции который я буду узнавать с которым я буду общаться который я буду носить и рассказывать вам в дальнейшем также еще раз повторюсь то все ссылки они будут в инстаграм если кому-то что-то захочется то обязательно мне пишите и я расскажу вам дам вам просто лично ссылку в директ если у вас были ароматы от этого бренда то обязательно мне напишите мне интересно ну и конечно заглядывайте заглядывайте в мои социальные сети instagram если вы любите косметику если вы хотите узнать какая когда и какая марка создала первый институт красоты во франции в париже в самом центре парижа то я думаю что вам для для вас вот именно эти темы будут интересными не знаю как вас а меня это все увлекает узнавать что-то новое и вот сегодня только я выставила пост о том где и как можно продать ненужные вещи когда мы делаем наряды аутфиты снимаем сразу что-то меряем и иногда понимаем что тот или иной наряд нам не подходит поэтому я за вторичное потребление за то чтобы давать вещам вторую жизнь вот такое видео девчонки у меня получилось надеюсь что она вам понравилась еще раз мою свекровь дорогу адетта с днем рождения я ее крепко обнимаю целую и желаю ей самого главного это конечно же здоровья здоровья увидимся очень скоро я надеюсь на вашу обратную связь и всем отличного дня всем отличного вечера тогда когда вы меня смотрите надеюсь что будет у меня возможность встречаться с вами хотя бы раз или два в неделю увидимся пока